снова силен кеми аппарата здравствуйте и я решила сразу же записать озвучку 2 главы потому что с первой что-то у меня немного не сложилось точнее глава так как раз таки будет первая так как глава 0 это пролог отсчет же от 0 я по привычке называю вторую главу первой я так понимаю что написать мне придется все равно по себе и книжкам не особо не понадобится так что получится что видео будем даже немного отличаться от статей потому что я не могу просто читать книги у меня не получается вовремя все читать поэтому я буду просто смотреть картинки и переводить сразу же с лёта может быть где-нибудь подгляну поэтому иногда буду замолкать так что пойдем дальше здесь много потому что это самая большая глава на данный момент на целых восемь секций дополнения кстати тоже 8 кусочков помню что когда делала статью у меня даже не влезло едва-едва прямо тютя в тютя у меня получилось так что здесь уж точно будет побольше чем прологи глава 1 сердцебиение матери природы после настройки наталиума в юго-восточной пещере наталиум по всему миру пробудились в резонансе и их запас энергии постепенно увеличивался в силе в лаборатории как она мне нравится благодаря усердной работе физика смогла настроить настройщик наталиума таким образом чтобы он мог обнаруживать ближайшие ресурсы наталиума задавая направление для их миссии все таки шикарный персонаж я буду вставлять свои комментарии потому что я просто не удержусь и даже опять видно везде ее знаки физика и ритма отправились на север и под названием тропы возвышалось высокое дерево к их удивлению в дубле этого дерева мерцали пристыла наталиума и вид возволнованно начал свою работу по настройке на дереве расты яркие красные блестящие плоды от них исходил сладкий и свежий аромат физика задумчиво оглянулся отец покупал их для меня на рынке это же яблоки откусила большой кусок сладости и ароматы столкнулись с ее воспоминаниями о прошлом она встала на цыпочки чтобы сорвать яблоко возможно горная тропа ведущая сюда была перекрыта альнинтом и почему яблоки исчезли из нашей жизни кстати интересный феномен точнее два на которые я буду сначала читать а потом я буду говорить уже комментарии так будет лучше если вы хотите без комментариев так пишите в комментарии под ютубом и я просто перезапишу еще раз серии но уже без комментариев а первое будет именно таким почему на коре дерева нарисовано написано слово он что значит на на английском языке почему и неужели у них во всем мире кроме вот этого северного места нет ни одной яблони что они аж даже не знают что такое яблоки или точнее увы не помнят и и и и и и и подпрыгивал и напела спонтанную песне продолжает теперь физика не говорит ни слова последовало за ним вглядываясь черно-белый пейзаж перед ней Внезапно в поле звенья появилось Море бесцветных цветов Незабудки Целая куча Как только Ритма завершила свою искусственную настройку Начала моросить И он, как маленький ребенок Побежал по душе Физика осталась на месте Лазурно-голубое море цветов Отражалось в ее глазах Само того не сознавая Она произнесла их название Незабудки Даже легче будет не подсматривать под книжку А читать так Меня уже три раза переводило Поэтому должно что-то оставаться Следовав через тропинку посреди цветочного поля Физикой Ритма увидели гигантское гнездо Которое никогда не видели прежде Оно покоилось на бескрайней прерии перед ними У меня написано обширный Но я Я же говорила, что будет немного отличаться Физика подняла яйцо Совершенно не похоже на остальные яйца Гнездей И внимательно его осмотрела Она задумалась Прежде чем положить его в сумку Ритма был озадачен Но он знал, что ничто не может Подавить ненасытное любопытство физики И лучше просто молчать И не задавать вопросов Двое продолжали идти по тропам небольшой тропинки Пока не достигли следующего участка с Натальем Это было озеро Даже больше, чем и город Оказалось, что черная коксмолезия Была большим ходом в бездонную пропасть Посылающую дрожь страха по позвоночнику Лунный свет отражался от темно-синего озера И все живое находилось в покое Очарованный тусклым светом ночи Ритма не мог не напевать Играя медленный актер Федика сидела рядом И тихо слушала Позволяя мелодии смыть дневную усталость С этого кадра я тоже уплываю куда-то далеко Двое пошли вдоль берега реки вниз по течению Пока не настигли узкой речной долины Они были плотно окружены горами С малым количеством света Из-за чего было довольно тяжело дышать Огромная куча Натальема была разбросана Но одно искал Так что настройщику требовалось много энергии для работы Приложив огромное усилие Ритма наконец смог закончить настройку в долине Разноцветное излучение Натальема Находилось в значительной дисгармонии с природой Как будто оно разрезало рану коре Визика все та же синица своим лицом Хотя она могла положить его в сумку После перехода через долину Следы былого обитания становились более заметными Визики ритма наткнулись на заброшенную фабрику Пол был завален инструментами и множеством черных дисков Физика не удержалась и спросила Ничего нужны эти диски? Несмотря на успешную настройку Фабрика все еще оставалась смертно неподвижной Простояв неиспользованной Многие годы Остались лишь несколько мерцающих лампочек Визик Прекрасными воспоминаниями о тебе По которым я тоскую Я только молюсь Я только молюсь, чтобы мой голос разнесся по всей Земле и морю Чтобы достиг конца времени и вернул тебя ко мне Хоть он и не мог понять надпись на конверте Сирциризма заколотилась И он положил этот конверт и диск в свою сумку С вершины горы они могли видеть черно-белый город Расположенный неподалеку Натурщик Натальюма Определил его как следующее скопление Натальюма Ускорив шаг Визико видно до осени вперед С неудержимым волнением Петли по тропинке, которая становилась все шире Они в конце концов добрались до центра города Архитектурный стиль был для них совершенно новым Кристаллы Натальюма Натальюма были расположены в центре фонтана В центральном фонтане, да? Наверное, в центральном фонтане Вот как он там висит Я не понимаю, как он там висит После того, как настройка была завершена, ранее неподвижный город стал изменяться Воздух начал медленно течь Да, вот такая штука пойдет На нем мы вдохнулись с облегчением Как вдруг весь город начал дрожать и трястись В колокольне в задней части здания Зазвонила и настройщик Натальюма издал пронзительно снимал тревоги Энергия очень сильная Она исходит с колокольни Помежала Где она? Все раскидывается Все раскидывается Все повалено Откуда здесь стул После стабилизации Натальюма внутри колокольни Все успокоилось И как И на какое-то время Кризис, казалось, был преодолен Из них доносились только ровные тикани Вращающихся шестеренок Викма сел на пол, чтобы отдохнуть и оправиться от стресса Тем временем внимание физики привел очень толстый документ Лежавший на деревянном столе рядом с ним Документ был заполнен неизвестными буквами Но на последней странице стояла знакомая печать А это у нас печать администрации, кстати, да? Физика Нахмурилась И положила бумаги в сумку Макинав колокольню, они заметили Что окружающая их местность И даже отдаленный пейзаж Вновь обрели свой цвет Похожая настройка города была завершена Согласно настройщику Следующий источник Неупорядоченного натальума Находится довольно далеко отсюда Давай сначала отдохнем Предложила физика Во время прогулки по ночному По ночным улицам город Функционировал, как обычно Но вокруг нее не было ни души Физика и ритма чувствовали себя странно Измученными путешествиями Они внезапно ощутили усталость И у них не оставалось выбора Кроме как найти место для ночлега Режим в кровати Физика смотрела на звездную ночь Задумчиво содержаим Судяцаем документ И погружаясь в дремлю Не желая засыпать Вик поддержал свою дорогую лютню Тихо напевая веселую мелодию Думая о том Как после восхода солнца Их путешествие продолжится Однако В это же время Время пришло Проискла нота готов к возобновлению Темные кавказцы Как назвала их Моя мама Живут в горах Во тьме А кто это? Непонятно Дополнение Вырвавшись из оков Альнинта Все существа Вновь вернулись к жизни В великом торжестве Радостные звуки Разнеслись по всему лесу Белочки Ах 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 Хотя дождь еще не прекратился Ни один ливень не длится вечно В тишине ночи Нерожденная Жи Изо всех сил боролась за свое существование Полная новой жизни Пять На озере отражала Солнечный свет Так же Как он сам отражался в облаках наверху Птица смахнула крыльями Пролетая по небу И на ее пути И на ее пути Замелькали золотые полосы Сияющего света Растительность в этом районе Постепенно возвращалась К жизни здоровой и сильной Но сколько еще потребуется времени Чтобы полностью удобрить эти земли И залечить глубокий шрам Радуга Затушенная фабрика Никогда больше не будет работать Хотя мысль о том Что она запустится Была прекрасной фантазией Которой трудно было сопротивляться Бьющий фонтан Лада Танцевал во все стороны Под прекрасный свет Преломляющийся в наталоне И все это на концерте В грандиозном Музыкальном исполнении Сколько путешественников Остановилось на своем пути Чтобы показать себя при виде этого Когда именно это место было убрано? Может быть здесь были и другие люди? Я честно думала, что это физика и ритма все убрали Но судя по тому, как здесь написано Скорее всего это были не они К тому же документ на месте Интересно, да? Ну вот и все Знаю, знаю Знаю, знаю Может быть и не очень хорошо получилось Может быть звук где-то не так был Может быть я слишком долго молчала Ну, знаете, мне нравится Если что Просто можете читать статьи В Амина, например Или еще где-нибудь Можете сами попереводить Можете вообще это видео даже не включать Как бы ничего страшного в этом нет Ну, глава первая пройдена Дальше голова Вторая Ну, а я прощаюсь До свидания Субтитры сделал DimaTorzok